Они двигались в сторону американской границы больше месяца пешком, автостопом, на поездах. И вот караван пришел. Сотни выходцев из Центральной Америки уже возле Калифорнии. И все они собираются просить у американских властей убежище. Все выходные в местечке Сан-Исидро сотни протестующих по обе стороны американно-мексиканской границы. Одни скандируют «добро пожаловать», другие требуют впустить. Много женщин и детей верениться идут навстречу своей американской мечте. В их родных странах, а это Гондурас, Сальвадор, Гватемала, по словам этих людей, им угрожает опасность. Потому, говорят даже то, что им придется побывать в миграционной тюрьме США. Их не страшит. Мол, на родине куда опасней. Вы видите детей, матерей, мужчин. Так же, как и я. Мы все боремся за то, чтобы сделать наше будущее лучше. Еще в субботу представители пограничной службы выпустили официальное письмо, в котором обращались ко всем, кто планирует пересечь границу. Делать это законно, входя в двери, а не перепрыгивать через стены. В противном случае все нарушители будут арестованы и депортированы. Более того, справиться с таким потоком калифорнийский пограничный пункт просто не в состоянии. И об этом тоже было объявлено заранее. Многим придется ждать своей очереди для перехода границы на мексиканской стороне. Своё мнение по поводу каравана не раз высказывала президент США Дональд Трамп, требуя остановить поток людей и усилить миробезопасности на границе Сан-Диего и Тихуаны путем увеличения числа военных. На что защитники беженцев ответили другим караванам, который вышел из Лос-Анджелеса неделю назад на помощь всем, кто просит убежище у США. Правозащитники и волонтеры, которые находятся на приграничной территории уже несколько дней, пока разъезжаться не собираются и говорят, что находиться будут там до последнего. Мол, не зря Калифорния — это штат-убежище. Ангелина Богдасарян, Васген Воржебетян. Настоящее время. Америка. Лос-Анджелес.